Здравствуйте! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге «Танцевальное развитие и совершенствование». Сегодня я хочу поговорить о том, нужна ли разминка в парных танцах, импровизационных, социальных. И если нужна, то какая? Не секрет, что люди, приходя на социальные танцы, стремятся выучить как можно больше новых фигур, новых связок, которые они смогут станцевать на дискотеке, и разминку игнорируют. Понятно, что они приходят на занятия после работы, в метропробки, но даже когда они приходят вовремя, нередко они сидят в раздевалке и трындят, вместо того, чтобы выходить и разминаться. Ну, с одной стороны, это ваше дело, с другой стороны, разминка – это достаточно важная часть тренировки. Это вам скажет любой спортсмен. А если вы возразите «Да ну, да, социальные танцы, это же не тренировка, это же так». Ну, ребята, хотя бы три вещи вы должны обязательно делать. Хотя бы три. Первое – это суставная разминка. Вот смотрите, наше тело пронизано кровеносной системой. Кровеносные сосуды разносят кислород, питательные вещества в каждой клеточке тела, в каждой мышце. А сустав не пронизан кровеносной системой, не пронизан кровеносными сосудами. Если вы курицу кушали когда-нибудь, ножку обкладывали, хрящ белый. Как питается хрящ? Вот если взять сустав, внутри него находится суставная жидкость, которая во время движения сустава расплющивается, смазывает его и питает. То есть, чтобы вы привели свои суставы в порядок, чтобы вы их подготовили к нагрузке, к работе, вы должны ими немножечко вначале подвигать. Тогда количество, тогда движение в суставе будет более объемным, тогда ваших суставов хватит на дольше. Даже дверь, если петли не смазывать, начинает со временем скрипеть, петли начинают ржаветь. Конечно, не делая разминку суставную перед занятием, с одного, с двух занятий вы ничего не почувствуете. Но делая какие-то выпады, делая какие-то поддержки, пусть даже не очень глубокие, год, два, три подряд, вы почувствуете изменения в своем организме, но, не дай бог, будет поздно. Поэтому суставная гимнастика вещь важная, не игнорируйте ее. Есть достаточно неплохая методика Сукшма в Яяма, суставная гимнастика от Хирендры Брахмачарии, когда во время движения в суставе вы делаете интенсивный выдох, разогревая мышцы, разгоняя организм, подготавливая к работе, к нагрузке достаточно быстро. Она занимает буквально 7-10 минут. Вторая часть разминки – это отработка базовых шагов. В каждом танце существует basic. Какие это базовые шаги? Они называются базовыми, потому что во время импровизационного танца, особенно партнеру, невозможно думать о многих вещах сразу. О музыке, стараясь отобразить какой-то акцент, о движении, о трафике на площадке, стараясь повести партнершу в свободное место, о фигурах и еще об основных шагах. Нереально. Поэтому вы должны отрабатывать базу на занятии, шагая, 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 чтобы это у вас получалось автоматом, доводя ее практически до динамического стереотипа. То есть до такого состояния, когда движение получается без участия мозгов, без участия головы автоматом. Существуют разные комбинации шагов. Существует в каждом танце футворд, футворк. То есть базовые шаги плюс варианты разнообразные, комбинации из этих шагов. Вот этим нужно заниматься обязательно, настраивая себя на определенный танец, на ритмику этого танца, плюс загоняя это в себя настолько, чтобы вы не думали об этом во время дискотек, во время конкурсов. И третье, чему нужно уделять внимание на разминке, это коннекту. Отработки давления, отработки натяжения, отработки рамки, отработки тонуса ваших мышц во время этих всех взаимодействий. Потому что парные импровизационные танцы, как я уже раньше говорил, собственно говоря, на этом и специализируются, на импровизации. Поэтому, не улучшая свой коннект, вам будет очень сложно улучшить свой танец. И уже непосредственно после отработки взаимодействия можно переходить к изучению какой-то фигуры или какой-то связки. Вот вся эта разминка, состоящая из трех частей, занимает не так много времени, минут 20. Но из раза в раз, повторяя ее каждый раз, вы, во-первых, подготовите свой организм, настроите его на занятия, на занятия конкретным этим танцем, на этот ритм, на это взаимодействие с этими партнерами. И вам будет гораздо легче. Вас будут понимать не только люди в этой студии, вас будут понимать люди, танцующие этот танец в этом городе, в этой стране, в этом мире. Все это хорошо и все это работает, если мы говорим о некоем начинающем среднем уровне. Все-таки, если вы хотите не просто увеличивать количество фигур и количество движений, а качественно улучшать свой танец, нужно заниматься телом отдельно. Для этого существуют занятия по мужской и женской пластике, по джазу, по развитию тела. Это отдельные занятия, полутора, двухчасовые. И я о них расскажу в следующих выпусках. Это для тех, кто хочет изменить качественно себя. Всегда приятно держать более современную модель телефона. Всегда приятно ехать в современной комфортной дорогой машине. То есть нужно немножко потихоньку, если вы хотите качественно улучшать свой танец, работать над телом, менять его. Но для обычного среднего уровня в разминке достаточно делать три вещи. Еще раз запомните, первое, это суставная гимнастика, второе, это отработка базовых шагов. И я дам вам какие-то комбинации этих шагов и движений. Можно добавить изоляцию. То есть отдельно какие-то движения руками, отдельно какие-то движения ногами, потом их соединять. Чтобы вам во время танца было проще координировать себя. Не только изоляцию, а координацию. То есть у вас руки двигаются в одном ритме, ноги двигаются в другом. Левая рука запаздывает за правой, или правая за левой. Это все позволит работать телом не как одним чем-то, а чувствовать отдельно его части. Отдельно правую руку, отдельно левую, отдельно руки, отдельно ноги. И, собственно, отработка коннекта, отработка взаимодействия. Поскольку танцы у нас парные, импровизационные, это вам поможет перейти непосредственно дальше к фигурам и к связкам. Примеры суставной разминки. Голова по кругу, из стороны в сторону. И очень хорошее упражнение. Поворачиваете голову, напрягаете мышцы шеи и на выдохе как можно дальше ее уводите. Плечи вперед-назад в разные стороны по кругу. Локти точно так же пальчики. Можно сделать что-нибудь более интересное. Точно так же поясницу по кругу. Скручивание корпуса, оставляя голову на одном месте, уводя голову вместе с туловищем. Тазобедренный сустав. При этом можно поработать на баланс. Обязательно колени. Самый легко травмируемый сустав и самый сложно поддающийся лечению. Поверьте моему опыту. Ну и стопы. То же самое можно это сделать как вариант упражнения на баланс. Вариант основных шагов. Просто основной шаг. Основной шаг с поворотом. Основной шаг по кресту. Вариант основного шага с каким-то футворком, с какой-то еще иной интересной работой ног. Допустим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пауза. И все сначала. 2, 3, 4, 6 7 8 1 2 4 5 6 7 можно сделать еще интереснее 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 то есть здесь можно придумать очень много разных вариантов главное чтобы ноги шагали 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 и вы использовали разный темп музыки средний быстрый медленный можно сделать еще одно очень интересное упражнение вы ставите какой-нибудь средний темп просто шагаете основной шаг ровно в два раза медленнее в два раза быстрее 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 что касается координации для того чтобы разделить ноги и руки чтобы вы могли предположим одной рукой вести а второй танцевать можно попробовать сделать какое-то движение руками допустим и какое-то движение самое простое ногами даже может быть не базовый шаг подъем наверх сгибание ног в коленях опускание пяток и вырастание допустим 1 2 3 4 5 6 7 8 добавьте к этому основной шаг разделите руки получится достаточно весело можно сделать такой вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть здесь простор для творчество достаточно большой ну по поводу коннекта я говорить не буду потому что все таки он в разных танцах разный есть станции с большей свободы как хастал сальса в эскосинг есть танцы где танцует в рамки как аргентинская танго поэтому коннект отработка его в каждом танце немножко разные но в любом случае отработка рамки двумя партнерами отработка давление натяжения отработка положение локтей вниз во время поворотов во время веревочек либо наоборот в сторону когда партнер пропускает партнершу этим занимаются в третьей части разминки друзья если у вас есть вопросы и вы бы хотели получить на них ответы в следующих выпусках пишите оставляйте их в комментариях постам а а а а